В Саджикистане подразделения спецназа и внутренних войск выдвинулись в сторону Рамитского ущелья. Там укрываются террористы под руководством бывшего замминистра обороны страны Абдулахима Назарзоды. Накануне бандгруппа совершила две атаки на здание УВД в городе Вагдад и центральный аппарат Минобороны. Подтверждена информация о гибели восьми милиционеров. За ходом событий следит Елена Горшенина. Он зашел как свой и сразу начал стрелять. Для бывшего милиционера Зейрадина Абдулоева попасть в отделение милиции города Вагдада не составляло труда. О его недавнем увольнении из органов знали немногие и пустили в здание, потому что знали в лицо. Стрелять на поражение он начал сразу. Такие подробности сегодня выяснили СМИ Таджикистана. Пресс-центр Министерства внутренних дел Республики Таджикистан сообщает, что сегодня, 4 сентября 2015 года, в 4 часа 28 минут организованной преступной группой было совершено вооруженное нападение на отдел внутренних дел города Вагдада и на центральный аппарат Министерства обороны Республики Таджикистан. Атаки на посты милиции произошли накануне сразу в двух городах страны с небольшой разницей во времени. И в обоих случаях милиционеры оказали ожесточенное сопротивление. В результате потери со стороны органов правопорядка 8 человек, боевиков 9. По данным МВД Таджикистана, действиями нападавших руководил замминистра обороны Абдуллахиб Назарзода. В тот же день президент страны отправил его в отставку с формулировкой за совершение преступления. Сегодня постановлением правительства Республики Таджикистан в связи с совершением преступления о должности освобожден замминистра обороны Республики Таджикистан Назарзода Абдуллахим Мирзо. Абдулхалим Назарзода был назначен замминистра обороны страны в январе 2014-го. Один из самых известных полевых командиров. Во время гражданской войны в Таджикистане в середине 90-х он носил имя Хаджихалим. Воевал на стороне объединенной таджикской оппозиции, был ярым сторонником исламизации страны. После урегулирования конфликта с правительственными силами Народного фронта Назарзода, как и многие бывшие боевики, сделал военную карьеру. Но вероятность ситуации в стране не смирился. На этих кадрах оперативной съемки видны склады оружия и боеприпасов, которые оперативники нашли в его доме и принадлежащие ему к пекарне. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Сам Назарзода вместе с группой сторонников скрылся в Ромицком ущелье в 45 километрах от Душанбе. На ликвидацию боевиков брошены не только лучшие силы милиции, но и армия. Отряд Назарзоды под адом МВД представляет повышенную опасность. Вместе со своим командиром в гору ушли 135 военнослужащих элитного десантно-штурмового батальона Министерства обороны Таджикистана. Центральные улицы Душанбе перекрыты, в том числе ведущие к дворцу президента страны. Елена Горшинина, Полина Баранова, Эдуард Рецебуржинский, 5 канал.